В республике сезонный всплеск заболеваний вирусными инфекциями порог превышен среди детей и взрослых. О профилактике лечения и вакцинации в нашем сюжете. Из-за ОРВИ в пяти чебоксарских школах приостановили занятия в 22 начальных классах. В их числе СОЖ номер один, вторая и четвертая гимназии, Чувашский кадетский корпус. Школу в Заволжье пришлось отправить на карантин полностью. Существенно выросло число заразившихся и среди взрослого населения. С начала эпидсезона, это с конца сентября прошлого года, по нашей городской больнице зарегистрировано более трех тысяч с половиной случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Это примерно полтора раза больше, чем в прошлом году. При вирусной инфекции очень важно сразу начать лечение. Быстро получить квалифицированную медицинскую помощь, открыть больничный и выписать рецепт можно в кабинете неотложной медицинской помощи в поликлинике по месту жительства. Медики подчеркивают, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Большинство респираторных заболеваний, верхних дыхательных путей вызывается вирусом. И это очень важно знать. Раз вирусы, значит надо лечить противовирусными препаратами. Их всех желательно начинать принимать первые, края вторые сутки с момента заболевания. Легче предотвратить, чем лечить. Вакцинация сегодня – самый эффективный способ профилактики вирусных заболеваний. В этом Алексей Лакосин убедился на собственном опыте. У него обычное ОРВИ дало осложнение. Я стараюсь прививаться каждый год. Но в этом году у меня не получилось по объективным причинам. И, соответственно, если раньше я, когда прививался, либо не болел, либо болел в легкой форме, то в этом году получилось, что появилось осложнение в виде пневмонии. Помимо вакцинации, риск заражения поможет снизить и соблюдение простых правил. Есть всем известные нами правила профилактики гриппа ОРВИ. Это, в первую очередь, масочный режим. Это частое мытье рук. И, конечно, основное – это правильное здоровое питание. С достаточным количеством витамина С – это овощи и фрукты. С достаточным количеством белка – это мясо, рыба, творог, яйцо. И также физические нагрузки. Ходьба, бег на улице, на свежем воздухе. Богдана Дойникова, Павел Рядков, Республика.